Всем привет, это Свинтовит, и мы продолжаем свое путешествие по Скайриму. Мы выяснили, где возможно можно найти древний свиток или, по крайней мере, того человека, который что-то об этом знает. И нам нужно идти вон, куда-то туда. А посему надо выбираться. Отсюда в город. И оттуда уже пешочком топотать в нужную нам сторону. Приветствую, соратник. Приветствую, брат-легионер. Говорят, будто гурман прячется где-то в Скайриме. Узнают, что дирь. Ага. Так, нам куда-то сюда. Так, руда. Давайте добудем. Да, были. Отправляемся дальше в путь. Так. Да, правильно. А лисичка снежная. Красавица. Ну, привет. Прости. Но ты стоял на моем пути. Поплыли в этой ледяной-ледяной водице. Так, рыбка. Благо, у нас драконь и доспехи. Они не дают нам замерзнуть в этой ледяной-ледяной водице. О, курнир на. Возьмем. Нам не помешает. Парень где-то там. А здесь какая-то гробница. В этих ледях. Интересно, отсюда я могу до туда добраться? Да, можем. А там и скелетик какой-то бродит. Парень, куда спешишь? Ну, постой. Да ладно. Не напрягайся. А вот еще один. Мастер-лучник. Был. О. Страшный парень впереди. Ну, он случайно рассыпался. Как невежливо с его стороны. Ну, тут у нас еще есть два кандидата. И этот раз и босса. И этот раз и босса. Ну, ладно. Что у нас здесь? Интересного есть. Бессмертный драк. Ну, давай проверим, какой-то бессмертный. А говорили бессмертный. Обманули. Негодяи. Обманули. Так что у тебя тут... ...вначале эпоха людей. Наверное, интересный. Читаем на паузе. Да, интересный княженцы. Что он тут? Алексей магической силы. Лечение. И сундучок. И сундучок. Колечко. Отмечки. Посох. Светокорубин. Возьмем. Это путь валяется. Больше ничего? Похоже, больше ничего. Ну, ладно. Зашли, проверили. Давайте отправляться дальше. К этому старику-отшельнику. Опять в холодную водицу придется опуститься. Заяц плывом. И на хорошей же плыве не плавает. Он еще и нырять умеет. Крутой кролик. Уже близко. И вот мы уже здесь. Эй, опять ушел под воду. Вывазь давай. Лодочка, наверное, на ней он плавает. Ну, давайте зайдем. К старику. В его ледяную пещерку. Вряд ли. Да, ледяная. Какая у нее тут интересная штуковина. Пожалуй, падать не будем. Хотя я уверен, что нам ничего не стало. От этого падения. Ну, так. Копай, двемер, в потусторонние. Я познаю твое неведомое. И поднимусь до твоих глубин. Чувак бредит. Говорили... Мне говорили, что ты знаток древних свитоков. Древние свитки? О, да. Империи. Имперцы скрылись за ними. Или они так думают? Те, кого видели. Те, кого не думают, что видели. Я знаю об одном. Забытом. Заброшенным. Но я не могу пойти к нему. Бедный Септимий. Ведь я... Я выжил за пределы его хватки. Итак, где свиток? Здесь. Ну, здесь. То есть в этом измерении. Мундус. Тамриэль. Относительно рядом. В космическом масштабе все близко. Ну-ну. По-моему, старик слегка тронулся умом. На почве своих исследований бесконечных. Ты поможешь мне добыть древний свиток или нет? Один блок поднимает другой. Септимий даст тебе то, чего ты хочешь. Но ты принеси кое-что взамен. Чего же ты хочешь? Узри шедевр работы двемеров. Глубоко внутри величайшего их знания. Септимий мудрец среди людей. Но он полный идиот. Рядом с глупейшим из двемеров. По счастью, они оставили свои указания к чтению древних свитков. Одно хранится по сей день в глубинах черного предела. Ты знаешь черный предел? Где города двемерские поныне спят, там знания секретных хранят. Где этот черный предел? В глубине, во тьме. Тайная крепость, башня Мзарк, Альфтенд. Точка прокола первого входа, свершения. Пройди к ее краю, и черный предел лежит за ней. Но не все могут войти. Только Септимий знает о тайном ключе, чтобы ослабить замок и за камень скок. Как мне попасть внутрь? Две вещи есть для тебя. Две формы. Одна острая, другая круглая. Супер. Круглая для настройки. Двемерская музыка мягкая и тихая нужна, чтобы открыть хитроумные врата. Острый лексикон для записи. Для нас лишь груда металла. Для двемеров целая библиотека знаний, но пустая. Найди Мзарк и его звездный купол. Там машинериумы прочтут свиток и возложат знания на куб. Поверь Септимию, он знает, что ты можешь знать. Хорошо. Что такое древний свиток? Посмотри налево, увидишь путь. Посмотри направо, увидишь другой. Но ни один не труднее другого. Но древние свитки, они смотрят направо и налево в потоке времени. Будущее и прошлое, суть одно. Иногда они даже смотрят вверх. Что они тогда видят? Что если они ныряют, тогда приходит безумие? Ну, оно и заметно. Зачем нужны древние свитки? О, какая наблюдательность! Как умно спросить Септимия. Этот двемерский ящик. Взирай на него и прозревай внутри сердце. Сердце Бога. Сердце твое и мое. О, но его спрятали не двемеры, понимаешь. Их уже не было тогда. Кто-то другой, невидимый, неведомый, нашел сердце и со злой иронией запер его в двемерский ящик. Свиток даст мне глубокое видение, нужное, чтобы его открыть. Ибо даже самые хитроумные машины двемеров не смогут пересилить всеведения, что дарует древний свиток. Круто. Главное, чувак, оставлю наедине тебя с твоим безумием и пойду добывать древний свиток. Давай, двемер, в потусторонние. Я познаю твое неведомое и поднимусь до твоих глубин. Бедный старик совсем выжил из ума. Так, куда нам? Странно указать или нет? Нет. Так. Ясно, нам вот сюда. Ну, поехали. Благо, я уже там бывал. Похоже, здесь была экспедиция ученых. Но что-то пошло не так. Это вход или выход? Похоже, выход. Значит, нам в другую сторону. Так, не падать. Культурникова, спустимся. Ага, нам сюда. Так. Что за книга? Это не книга, это слиток. Вот такие тени, что не разоберешь. Сыток ли это? Полезно будет? Ух, сколько кровищ, чей-то скелет. Похоже, да, экспедиция не сдалась совсем. Совсем-совсем лютня. Еще кровь. Вот еще кровь. Кто их там? Несет какой-то чушь. Так, металлового мнения. Нужен даром. Что у нас здесь? Тю, ты работаешь. А я не заметил, я думал, ты... Мертв. Ладно. Что у нас здесь? Свиток. Монеты. Сундук. Возьмем. Ну, больше ничего. Что ниже у нас находится? Кто успокоит? Кто-то оборонил факел. Безумец. Еще один безхвостый в поисках еды? Но этот не попал в ловушку вместе с нами. Плохое, ты не лишаешь время, чтобы заблудиться. Безумец. Похоже, этот каджит спятил. Из-за своей скумы. Похоже, я думал, что братец от него прячет скуму. Вот, кстати, она. Похоже, братец, у тебя не получилось постепенно отучить своего брата от скумы. Он слишком безнадежно от нее зависел. И ради нее даже убил тебя. Кто там шумит так? Еще дневник. Читаем на паузе. Ну. Давай. Разобрались. Возьмем это. И это. Все. Основное мне не нужно. Здесь. Возьмем. Я-то думал, я в какое-то левое ответвление иду. Не основное. Оказалось. Что, вроде как и основное. Так, новичок. Хорошо. Не эксперт, не мастер. Новичок. Это хорошо. Значит, нам будет проще сюда попасть. Тут адепт. Хотя странно. Такой уровень и мастерство вводения взлома, что у нас должны встречать одни только сложные замки. А в последнее время какие-то уж очень простые попадаются. Нарячок, ученик, адепт. Ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо. Напрягаться не придется при взломе. Но с другой стороны, это плохо. Ладно. Что у нас здесь? Назвратая дверь. Ловушка какая-то. Но мы не будем на нее. Наступать. Так, это куда ведет? Все-таки гаджахнул. Перед смертью. Зелье. Где кто-то ведет? Давайте вскроем. Ну, Центурион. Не вставай, не напрягайся. Часть какой-то металловом. Ну, хоть сундук есть. Ладно, поехали дальше. Рабочий. Отдохни. Так, что здесь? Ну, ладно. Что у нас здесь? Ну, вроде здесь я не был. Так, похоже, здесь нас ждут фламеры. Ладно. Давайте тогда. Будем осторожны. И незаметны. Что у нас здесь? Один из членов экспедиции. Что-то все спрятал. Что-то все спрятал. Бедолага. Где твари его достали. Читаем на паузе этот... Дневничок. Так, а еще у него тут отмычка. Да не одна. Ну ладно. Никогда были. Двигаем дальше. Тут у нас работяга работает. Спустя столько лет веков. Как его хозяева исчезли. Центурион катается. Прекрати кататься. Яйца эти мерзопакостные. Какого химического региона сойдет? Так, у нас тут ловушка. Для дураков. Что нас тут ждет? Ну, фаумер, естественно. И механизмы. Так. 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 Давайте вскроем. Рабочий тут работает. Ну, по-моему, он слегка сломался. О, а вот тут уже эксперт. Давайте взломаем сей сложный замок. Заломали. Что у тебя за книжечка? Хм, вор? Ну-ну. Не повезло тебе, брат. О, замок мастер. Ну, мы уже знаем, в какую сторону прощупывать. Замочек. Давай слегка отклоним. О, мастер. Ну, какой-то он простой оказался. Ну, а этот мусор мы оставим здесь лежать. Это возьмем. Что здесь у нас? Возьмем. И взглянемся дальше. Так, придется прыгать. Похоже, еще один член экспедиции. Ну, или сопровождающий. Кажется, кто-то заметил мое присутствие. Ну, уже потерялась в виду. Что у нас здесь тут? Сундучок. Ладно. Сойдет. Привет, братюня. Пока. Свободен. Ну, давай-давай. Я знаю, как хочешь. А вот еще один фаунер. Слепой как рот. Ну, зато хорошо слышит. И тоже мертв. Ну, похоже, у нас. Заметили. Или это не он нас заметил? Вот это вот парень. Ну, какая разница? Яд, масло, денежки, отрава. Два уха. Другого пути тут никакого нету. Нет, никакого. Нам туда. Хорошо. Сюда так сюда. Вон, вижу фаунера. В этом бунгало. Есть фаунер? Есть. Нету. Больше. Больше. Спать. А раз не первый удар, так второй. Убьет. Ну, ингредиенты. Не, а у химией мы сейчас заниматься не будем. Только ингредиенты заберем и все. Хотя, знаете что? Пожалуй, на этом мы завершим сегодняшнюю серию, поскольку этот подземный город, эти руины двемерские еще достаточно большие. Мы тут еще пробуждаем достаточно долго, хватит еще на серию. Посему, закончим здесь. Спасибо, что смотрели, если смотрели до конца. Если вам понравилось видео, поставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами был Свиндарит. Увидимся в следующей серии. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok